друзья всем привет покажу расскажу сейчас про способ обогрева потока воздуха в покрасочную камеру сегодня я буду менять дизу на форсунки на более мощным более продуктивную и ставлю сейчас вставочку видео в которой видно как в этой части расположен теплообменник теплообменник я менял это был старый он тут некоторых местах проходился и пришлось изготавливать точно такой же из нержавейки собственно ручно потому что никто не взялся сделать мне теплообменник ни за какие говорится коврижки значит по теплообменнику в этой части он стоит в самом верху сейчас его прекрасно видно соты которые обдуваются воздухом внутри них проходит тепло от сгревший соляр соляра поднимается из бочки где горит пламя и чистый теплый газ проходит через эти соты обдуваясь холодным воздухом снаружи в принципе система устроена довольно таки примитивно здесь я сделал смотровое окно чтобы можно было до настраивать горелку потому что в горелке несколько регулировок нету и манометр наружу варварским способом но он не четко показывает давление давление очень важно потому что совокупность параметров давления подачи воздуха и расстояние вылета форсунки внутри дает гарантию того что пламя сгорает полностью точнее соляра сгорает полностью пламя не коптит не дымит и там как бы сильно загрязняется сейчас я вскрою покажу как выглядит изнутри установка это расскажу как она у меня подключена потому что все управление и вынес в помещении то есть наружу кнопки больше нет те кто знает что тут перезагрузка нами внутри расположен и поменяю форсунку распылитель точнее на вот такой вот 3.0 данфос у меня есть еще 4.0 но пока что много это будет 4.0 11.6 килограммов в час через нее может продавить при давлении 11 бар положено 3 галлона в час вот такие вот штуковины сейчас запущу покажу как работает то есть я пульт управление вот эту кнопку перезагрузки перенес вовнутрь так удобнее мало ли что произошло перезагрузил да и все жгуты проводов конечно адские ну что делать и соляра который берет пока что с канистры ну наверное тут тут будет стол и под столом так и будет стоять большая емкость из которой будет браться соляра управление камерой происходит по двум пультам этот пульт я подключил на работу по краске этот пульт будет работать когда подключу полноценную просушку включаем режим покраски он анализирует что сейчас в помещении 15 7 в камере включает ее сейчас там пошла уже на улице у нас продувка продувка и сейчас будет розжиг сейчас загорится пламя по крайней мере да все нормально то есть форсунка срабатывать с первого раза с ним учетом что тут пару дней никто ничего не красил не запускал манометр мне четенько показывает ну четенько стрелочка дергается что давление в районе 11 5 но оно должно быть от 11 до 13 держаться все пламя работы сейчас мы ее погасим потому что нету обдува у камеры все выключаем она выключилась никаких больше секретов заморочек ничего нет просто должен идти обдув воздуха иначе сейчас буквально за минуту там будет такой кипяток что просто жесть сейчас снимаем внешний корпус покажу что как устроена и поменяем форсуночку поменяем форсуночку ее надо будет настроить эта четверка надо тройку здесь вот так выглядит горелка механизм внутри вот тут стоял пульт управления кнопка перезагрузки выходила наружу через окошко электромагнитный клапан на насосе управляет открытием подачи топлива в трубку блок розжига мотор больше тут ничего секретного из управления здесь положение на открытие количество воздуха продуваемого через трубку и дальность вылета сопла сейчас его вытащу покажу глобально сильно не влияет она на дымность влияет то есть где будет сгорать топливо чуть раньше или чуть позже после форсунки влияет на дымность но больше на дымность влияет конечно количество воздуха очень удобно обслуживать это все дело сейчас попытаюсь одной рукой вытащить да получится то есть люди когда делали люди подумали не дотягивайся надо топливной трубки потащить что люди думали люди думали что ее надо будет как-то обслуживать и просто сделали механизм крепления так что ее можно вытащить повесить спокойно тут что надо обслужить не помню чем не подогнулся носик криво стоял это закручивает поток воздуха чтобы пламя равномерно смешивалась соляра с воздухом и давала равномерное пламя это электроды розжига тут хреначит такая дуга дорогу это сама крыльчатка все вот эту лопату вот этой штукой открывается принудительно ну и держит уровень открытия вот этой лопаты то есть вентилятор крутится на постоянных оборотах это одноступенчатая одноступенчатая форсунка поэтому только чисто механическая такое регулировка в одном варианте меняю форсунку и будем настраивать потому что форсунку поменяв нас первого раза не разожжутся в этом я уверен сто процентов надо сразу настроить топливо регулировка топлива вот по давлению для этого и манометры поставил на постоянку пусть торчит и не мешает регулировка количество воздуха и вот этот вот вылет то есть регулируется дальность вылета вот это в стволе выкрутил форсунку стояла тоже данфас да данфас все пишутся данфас и здесь стояла 5 и 8 5 85 сейчас поставим 11 6 то есть мощнее в два раза это стояла и отработал у меня почти месяц пока температура на улице было в принципе как сегодня в районе 10 и 12 градусов но как только на ночь температура начала падать до 0 эта форсунка уже полную мощность вентилятора вообще не вывозит то есть мне приходилось снижать обороты на притоке почти в три раза само собой уже время менять в чем преимущество как бы пока стояла это пока тепло было форсунка включалась работала минуты 2 3 выключалась минуты на 4 на 5 опять включалась минуту на 2 на 3 выключалась 45 если ставить вот это в теплое время года ну когда-то плюс 10 она будет дубасить секунд 30 и выключаться на минуту опять дубасить секунд 30 выключаться на минуту очень как бы не рекомендуется такие режимы и посоветовали мне ребята поставить несколько форсунок и держи у себя там демисезонная зимняя короче надо две ну может быть три там подберешь какая тебе подходит поэтому собственно этим не занимаемся вкручиваем ее обратно новую устанавливаем на место блок весь и пробуем запускаться я уверен что с первого раза она не запустится как бы показывать это не буду просто посмотрю какие настройки я изменю и потом покажу это запустил форсунку с третьего раза сейчас подождем пока продуется остынет все потому что реально хреначит пламя такого формата шоу хохох воздух на 4 с половиной то есть на единицу увеличил давление поставил на десяточки ровненько стоит не прыгает начинаю больше если крутить по пламени даже слышно что горит уже короче заливает троить начинать по воздуху тоже видно когда сильно много открыл уменьшается объем пламени видно что его пытается задуть смысла этого никакого получается соляра полностью не сгорает чуть-чуть если много закрутить и оставил аж до двух с половиной такое там прямо черное сразу все внутри то есть через окошко смотровое идеально видно как надо настроить форсунку он там дымочек еще чуть-чуть дотекает труба полностью нержавейка не утепленная никак отсюда конденсат капельник надо трубку вывести чтобы не капало далее все нужно утеплить потому что становится реально холодно начинаю греть улицу то есть нужно утеплить хотя бы зонт потому что это все утеплено это вообще заводской шкаф я не сам его придумал это заводской шкаф он утепленный сэндвич панель снизу я сделал тоже сэндвич панель сверху пока что чистая цинковка надо из нее сделать сэндвич панель подождем сейчас запустится покажу как она выглядит ого инерция у камеры выставлено 20 она получается отключилась на 20 когда датчику тут получится датчик в стенке вот тут торчит но настолько нагрето что инерция сейчас 26 офигеть давайте подождем сейчас включение камеры сейчас на улице не холодно поэтому разница на улице градусов 10 поэтому так долговато продувается на холодное получается режим работы где-то минута через пять вот так включиться она должна по идее на 19 я поставил разницу температуру в один градус на включение это самые примитивнейшие блоки то есть я их сам купил сам поставил когда включается вот тут горит лампочка а вот значит пошел выход питание включает наверное 19 включится так больше из хитрости как бы обвязки никаких нету это управление мотором на камере дальше тут просто выключатели общий входящий да и все и ну и куча тумблеров свет моторы режимы покраска сушка еще ничего не подписано толком то есть камера могу пользоваться только я в принципе потому что я тут подключал тут надо знать куда крутить есть включение уходим туда там уже у нас идет продувка то есть идет сначала продувка воздухом и одновременно розжиг но электроды розжиг мы не видим потому что она там внизу за трубкой сейчас открывается клапан и пошел сразу розжиг все пока что еще работает блок розжига на всякий случай вот такое вот пламя пламя в два раза больше в аккурат засекаем сколько она работает посмотрим как она когда отключится ну по настройкам в принципе можно еще попробовать конечно покрутить тут когда она будет сейчас она выйдет на давление ровное и сюда вот ровненько сейчас и стрелочка станет стрелочка остановилась почти на десяти не понимаю почему так хотя написано в книжке до 11 если подымать до 11 там начинает пламя ломаться причем очень серьезно ломаться а так и вот этот вылет я вынес его подальше потому что смотрю что пламя образовывалось прямо в трубе вот в этой трубе ну смысл пусть она она должна образовываться в баке у меня все закрываем вот это ляду смарт-дровую она нам не нужно закрывается очень плотно никаких подсасываний оттуда нет ставим крышку и все тут еще есть тоже глазок индикации того что горит это в принципе на это смотрят вот этот датчик фотоэлементы он определяет если форсунка не горит он ее аварийно отключает все дымок у нас а дымка у нас фактически нет то есть пламя горит настолько хорошо сгорает что ну черного дыма никакого нету все нормально обдувается идемте смотреть что у нас там никак у меня теперь камеру открыто наружу и вот пошел набор температуры набор температуры пошел вон сейчас на 20 получается должен ее отключить но инерция будет такого формата что она будет гнать ее до 20 фактически 5 и сейчас на улице не сильно холодно но и дверь у меня открыта дверь то есть у меня воздух проходит не так как надо вниз да а у меня получается датчик стоит в мертвом углу и там очень сейчас малое движение воздуха потому что все идет через открытую ладу когда она выключается лампочка гаснет иначе что выхода питания нету никакого все 20 градусов и он ее нагонит реально до 25 работала получается камера точнее форсунка работала чуть больше двух минут где-то две с половиной две почти три и отстывать она 5-7 минут получается так долго я долго очень собирал эту конструкцию всю на место до кучи потому что параллельно с работой заниматься этим довольно таки сложно но скажем результатом я доволен в общей сложности удовольствие то нифига не дешевое но зато это полноценно правильное это полностью изолированные отработанные газы от проду вот того чем продувается камера каким воздухом дышит она это исключение кратеров исключение задымленности в помещении сухого воздуха как допустим от газовых пушек которые дуют непосредственно людям там по подогревать воздух заходящий в камеру это конечно огромный плюс но цена этого удовольствия немало объемы воздуха проходящие большие их надо чем-то греть общая суммарная мощность этой форсунки на дюзе четверки 4 галлона в час получится 195 киловатт сейчас на дюзе 3 галлона в час где-то 175 там 165 источных данных у меня прям в памяти нету но есть целая диаграмма как вычисляется мощность этой форсунки при разных объемах подаваемой соляры сжигаемый вообще скажу так объемы воздуха проходящие большие это конечно хорошо но их нужно кроме того что очищать нагревать еще и как-то правильно распределять по помещению в прошлом гараже который у меня сгорел у меня было сделано все гораздо проще у меня есть видео об этом у меня стояли несколько радиаторов с грузовиков по которым шел кипяток от общего отопления дома частного и через них объемом почти 4000 кубов заходил воздух не спеша все выдувалось благополучно а пыл за пять минут из помещения всего выходил из гаражика проблем с мусором не было никаких и так далее здесь же 24 тысячи кубов в час их надо нагреть а их надо очистить это становится огромной проблемой поэтому 300 раз подумайте прежде чем делать какие-то супер мощные установки вентиляции надо ли она потому что я на своем примере убедился что это хоть и круто но это реально дорого и сложно и в обслуживании потом также дорого и также сложно надеюсь это видео будет кому-либо полезно если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях я желаю всем удачи пока